Всем привет! Идем в магазин Кауфленд, посмотрим актуальные цены на сегодняшний день в этом магазине. Кауфленд очень большой. Не знаю, я смогу что-то вам показать. Он прям огромный. Апельсины. Апельсины 2,49 за 1 килограмм. Такие еще апельсины есть. 2,99 за 1,5 килограмма. Такие посветлее. Огурцы. Ой, прекрасно. Цена 59 центов за одну штучку. Также огурцы есть, конечно, и подороже. Вот эти огурчики очень вкусные. Стоимость 3,49. Вот такая упаковочка. Сколько здесь? 750 грамм. 2,99. Лук. Так, лук. Евро 29 за 1 килограмм. И 2,39 за 2 килограмма. Вот такой лук. Вот очень большой выбор специй. По 59 центов. Очень большой. Повторюсь, магазин просто огромный. Есть такой островок с роллами. Здесь азиатская кухня. Вот очень большой выбор тоже ролл. 8,49. Вот, допустим, да, за такие. 8,99. Ну, примерно все в одноценном. Вот такие сеты есть. 16 евро. 99 центов. Салаты азиатской кухни. Также продается рис. Для роллов 3,99. Хороший отделчик. Ну, в этом магазине, конечно, чего только нет. Есть все. Вот отдел с чемоданами. 44,99. Такой вот небольшой чемодан. Побольше. 59,99. Ну, самый-самый обычный. Вот такой. Все одежды. Какая-то и детская. Пледы. 19,99. Вот какие-то пижамы. 17,99. И шапки, и колготы. Какроновые колготы. 11,99. 8,99. Ну, на колготы цена в Германии такая. Скажем, высокая. Ну, есть такие более теплые колготы. Ну, плотные. 8,99. Там, сука, 80 ден. Очень большой выбор носков. 6,59 за 2 пары. За 3 пары. Вот такой отдел еще есть. Да, здесь, конечно, можно пропасть надолго в этом магазине. У меня время и не так много. Да, красота. Декорчик всякий. 12,99. Кстати, Саша такие на тему заказывала. Но, по-моему, там дешевле были. Насколько я помню. Очень много декора. Палочки для дома. Так, вот этот отдел уже мясной у нас. 6,99. Это куриное филе. Оно уже порезанное. Сколько там? 800 грамм. Ну, это хорошая цена. Окорочка. Килограмм 100. Сколько? 369. Ну, в принципе, тоже нормально. Да, ну, здесь тоже очень большой выбор мясных продуктов. Вот. Такие цены. Фарш. Фарш 4,44 за 1 килограмм. О, ну, это хорошо. Это очень даже хорошо за 1 килограмм. Это именно свиной. Нам нужно свиноговяжий. Потому что свиноговяжий подороже. Здесь 7,58 за 1 килограмм. Ну, не знаю, какой здесь фарш. Но на вид он, в принципе, выглядит очень хорошо. Вот, полкилограмма стоит фарша 3,79. 6,59. Это свинина. Такие шницели. Значит, сколько здесь? Килограмм 368. Ну, цена хорошая. Свиная вырезка 7,49 за... Так, это за 400. 8,86 грамм. Значит, килограмм 7,49. Вот за этот кусочек 3,64. Говядина. Говядина в Германии подороже идет. Ну, в принципе, говядина всегда дороже. Вот такой кусок. За 10,04. Это килограмм мяса. Мясо. Что еще есть? Очень много свинины. Так, это... Это стейки. 19,97. Вот такой стейк. Говяжий. Ну, это вкусно. Вот такая свинина. Такие вот, как шницели. Стоимость 8,99. Наверное, нужно взять. В духовке сделать и пожарить. Мы раньше-таки на мангале всегда делали. Очень вкусно. Курица, значит, куриные ножки 7,99 за... Сколько здесь? За 2 килограмма. Вот, да, я думаю, надо взять тоже их. Это выгодная цена для курицы. Вот, благодаря такими упаковками, прям вот, очень выгодно брать. Крышки. Крышки 4,89. За 1 килограмм. Так, вот еще холодильник с рыбой, еще есть. О, форель 6,99. За сколько? За сколько надо посмотреть? За 1 килограмм. Ой, можно брать. Это хорошая цена. Что тут еще есть? 2 евро. Это рыбные палочки такие. Вот колбасное тело. Что тут? Так, 2,19 за 100 грамм такой колбаски. Паштеты также есть. Евро 99. Ну, очень много таких бургеров. 2,49 такой бургер. Ну, в принципе, очень удобно. Разогрел и... И сыт. Ну, и также есть вот такие два бургера. 2,29 за 2. Вот очень большой выбор. Они вкусные. Мы такие пробовали уже. Ну, вот так же прямо здесь котлеты готовые. 3,19 за сколько здесь? Не вижу. Ну, фрикадели называются. Ну, вот за вот эту упаковку. Не вижу, сколько по граммам. Очень популярный в Германии вот такой фарш. Это сырой фарш. У меня его намазывают просто на хлеб и едят. Никогда не пробовала. Ну, что-то мне как-то, я не знаю. Не очень хочется его пробовать. Но в Германии он очень популярен. Так, паштеты вот такие есть. 1,39. Вот такие паштеты. Очень вкусный паштет детский. 2,39. Вот прям очень вкусный. Вот этот вот. Он очень такой нежный вкус. Хороший. Сардельки сосиски вот еще есть здесь. 2,89. Вот это с птицем. Вот тоже очень большой вид видов колбас. Выбор, вернее. Хамон 2,39. За 150 грамм. Также в Германии очень популярны сосиски. Уже за, ну, получается, закрытые в банку. Но они просто отварные. Очень неплохо. Мы пробовали неплохой вкус. 2,79. Ну, то есть они, в принципе, точно такие же. Но немного отличаются. Они будут немного мягче. Вот очень большой выбор. 3,15 везду к банку. Вот прям прям. Вот очень прям много. А даже есть вот такие, как консерва. Такая стоит 3,79. Такие еще не пробовали в консерве. Только заключенные в банку. Ну, вот. Все, идем на кассу. Немного мы купили. Но просто не было сейчас много времени. Поэтому так быстро. Прибежали к этому магазину. Вот еще вот такие прилавки. Здесь уже колбаса идет новая. Такие более интересные сорта. Магазин очень большой. Прям, ну, нужно намного-намного больше времени, чтобы более, больше снять. Ну, все. Мы скупились. У нас закупка была сегодня небольшая. Так мы, в принципе, были здесь просто проездом. Поэтому решили зайти и посмотреть магазин. Магазин очень понравился. Жалко, что он далеко от нас. Еще раз всем привет. Всех рады видеть на нашем канале. Сегодня будет распаковка продуктов. Те, которые мы приобрели в магазине Каффа. И немного пенни. И будем показывать, как всегда, актуальные цены Германии на сегодняшний день. На продуктах, которые приобрели. Сегодня у нас был, ну, достаточно небольшой чек. Так как у нас есть некоторые продукты. Еще мы закупились мясными продуктами. Ну, и по мелочи. Покажем, что же купили. Сразу скажу, что все вместе у нас чек вышел на 48 евро 52 центов. В Пенни мы купили на 14 евро 55 центов. И Коффанд 33 евро 97 центов. На 3-4 евро. Показываю, что же купили. Немножко другие продукты. В Коффанд мы ездили в другой город. Это, конечно, очень неудобно. Ну, решили закупиться в этом магазине. Да. Да. Давно хотели и зашли в тот магазин. Магазин Пенни сначала. Как всегда, покупаем вот такое вот слоеное тесто. Всегда мы делаем слоечки из него. Очень вкусное тесто. Сколько это стоит? Евро 49. Да. Евро 49 тесто. Дальше. Очень любим вот эту сметану. 79 центов. И на 10-ти процентную. Они жирные. На салаты подходят отлично. Так, дальше. Вот такие вот сливки. Добавляем их в кофе. Они такие... Они достаточно нежирные, но сладкие. Они именно для кофе. Да, они густые. Густые, да. Стоят около... В районе евро. Дальше. Была акция на этой неделе. Всегда, когда акция на кофе в Пенни. Всегда приобретаем. Что это? Оно сегодня. Купили его за 5,99. Была акция. Нужно будет еще одну банку взять. Что-то взяли одну. Нужно будет 100% еще одну брать. И сахар. Сахар у нас евро 49. Это, кстати, мне не нравится сахар. Ну, блин. С другого города везти сахар. Килограмм сахара, ну, это не очень легко. Сахар стоит евро 49. Он очень мелкий. Очень мелкий. И какой-то он не сладкий. Ты не знаешь, сколько его добавлять. Допустим, если выпить, выпечку делать, то вообще ты не понимаешь. Вот я делала на день рождения свое Наполеон. Кстати, нужно будет снять для канала. Я обещала с ними. Я не могла понять. Я чуть больше добавляла, потому что он не сладкий сахар. Я им не очень довольна. Так, дальше вроде бы по Пенни у нас тут все. Дальше у нас будет закупочка продуктов в магазине Калфан. Первое мы купили для вот таких вот подсолнечных масла. Подсолнечного масла стоит за бутылку, но сейчас точно скажу, евро 49. Это очень хорошее. Это мы уже сегодня открыли одну баночку, так что вы не обращайте внимания. Дальше. Было... Я что показывала в Лидии, хотела взять рыбку. И вот взяла, была хорошая цена в Калфанге. Получается за форель, за килограмм форели 6,99, да? 6,99, да. Это шикарная акция. Здесь написано, что здесь от 3 до 5 штучек. Да, ну цена, да. Она заморожена от 3 до 5 штучек. Кстати, интересно, сколько там? 4, ты нащупала? Давай откроем, покажем. Вот, распечатка. Все равно мы будем их в скором времени готовить. Вот такие вот, среднего размера. Ну, такие вот, это побольше. Но я считаю, что это отлично. Если, ну, и тут вот, такие же вот они. Две побольше и две чуть помельче. Ну, килограмм. Я так понимаю, что они уже смотрят, ну, когда фасуют, смотрят по весу. И мне нравится, что в ней не очень много льда, да, Инна? Да. Так, дальше у нас окорок взяли. Ну, честно говоря, немножко дороговато. Просто уже взяли, а потом посмотрели в пене, а там дешевле. 7,99 за 2 килограмма. Хорошо, хорошие, чистые окорочка мы всегда покупаем. Я уже неоднократно говорила о корах для того, чтобы у нас просто, куриные, чтобы у нас просто лежала в морозилке и всегда есть мясо, чтобы приготовить из него. Просто запечь или, ну, все, что угодно. Просто пожарить с лучком на сковородке тоже получается обалденно. Так, дальше. Мы сегодня так по мясу, по рыбе закупились. Такого, таких продуктов мало, а именно таких основных достаточно купили. Те, которые у нас будут. Я думаю, здесь с тем, что у нас еще слива, есть продукты, нам хватит на следующей неделе точно из мяса. Да, Инна? Так, дальше. Купили вот такой вот стейки свиные. Получается за 850 грамм. А сколько? Сейчас точно скажу. А, опять, извините, 5,98. 5,98 за 850. За 5 кусочков вот таких вот стейков. Мы, кстати, очень любим еще в Пенне, покупаем уже замаринованные стейки. Кстати, пишите в комментариях, покупаете ли вы, конечно, кто в Германии, вот такие вот уже замаринованные свиные стейки. Даже с картошечкой просто запекаем. Отлично получается. Пусто. А, еще в Пенне мы купили кетчуп. Ханс. Очень нравится этот кетчуп. В основном, в нашей распаковке постоянно покупаем мы именно и майонез, и кетчуп, когда есть акция в Пенне. Всегда покупаем в Пенне, он 3,79. На той неделе в Лидле не купила за 3,30. Просто нести с другого магазина не очень удобно. Так, дальше. Вот такие вот сосиски. Здесь было 2 таких упаковочки. Мы сегодня приехали и съели их. Здесь 2 упаковки. И сколько с рисом стоит? 2,99. 2,99 за 2 упаковочки, да? Да. 2,99, да. Так, дальше. Дальше у нас такая вот колбаса, свиная. Причем она? Это просто Инна была у нас в Камфонге. Из-за этого я не особо ориентируюсь по ценам. Она была проездом возле этого магазина и закупилась. Сейчас точно скажу, сколько она стоит. Евро 69, да. Евро 69, такая колбаска. Но я могу сказать, по мясу цены отличные с этого магазина. Прямо если бы, конечно, он был возле нас, мы, скорее всего, бы туда за ней ехали. И я просто не была в этот раз в магазине, а Инна говорит, что магазин большой. Ну, к сожалению, возле нас его нету. А ездить туда часто за продуктами не очень удобно. Огурец 89 центов, да? 59 центов. 59 центов? Да, шикарно. Что это? Шикарно. Вот что значит? Если бы имел рядом мой магазин, или, конечно, было транспортное средство, конечно, очень удобно. Сел на машину и поехал, куда тебе удобно закупаться. Ну, ничего. Пока нету. Ну, все будет, все постепенно. Дальше вот такая колбаска 99 центов за 200 грамм. И последнее, это вообще шикарная цена. Это крылышки. Это очень хорошая цена за килограмм 3,77. Да. Ну, это отличная цена. Ну, вот такая вот закупочка у нас получилась в этот раз. Пишите в комментариях, как вы закупаетесь. Будет также очень интересно пообщаться с вами. Ну, все. Не забывайте ставить лайки нашему каналу, нашим видео. Также комментируйте наше видео. Очень приятно всегда общаться с вами в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok